В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Приглашаю вас на урок церковно-славянского языка. Скорее собирайтесь, мы начинаем. Сначала помолимся Богу, ведь мы просим Его благословения на все важные дела. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Ребята, сегодня мы познакомимся сразу с двумя новыми буквами нашей азбуки-кириллицы. Но сначала давайте, как всегда, повторим те буквы, которые мы уже знаем. А их уже немало. Сейчас мы все вместе назовем их. Итак. Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, ер, ерь. Вы, конечно, помните, что буквами ер и ерь завершается каждое слово, заканчивающееся на согласную. Вот, например, слово «жизнь» заканчивается на мягкий согласный «н». После него стоит буква «ерь». А слово «жезл» заканчивается на твердый согласный «л». И поэтому завершается буквой «ер». И еще одну букву мы не назвали. Это наша любимая «ядь». Эта древняя славянская буква читается как «е». Например, век, место, хлеб. Ну вот, друзья, мы вспомнили все знакомые нам древние буквы. А следующие две буквы нашей азбуки, с которыми я хочу вас сегодня познакомить, читаются одинаково, а пишутся по-разному. Более того, первую из них по виду не сравнишь ни с одной из современных букв. Это буква «зело». Вот какая красавица. Похожа на изящную змейку, правда? А вот и другая буква, следующая за ней – «земля». Замечательное имя у этой буквы, правда? Она читается так же, как в современном языке «з». И точно так же произносится при чтении буква «зело» – «з». Вот, например, слово «звезда» начинается с буквы «зело». Она читается как «з». А вот слово «зима» с буквы «земля», которое произносится так же «з». Вот поэтому 300 лет назад букву «зело» посчитали излишней. Ведь для передачи звука «з» есть буква «земля» и исключили из алфавита. Теперь букву «зело» можно увидеть только в богослужебных книгах. Сегодня, друзья, мы подробнее поговорим о букве «зело». Ведь из этих двух букв она в нашей азбуке стоит первой. Вот как пишется ее имя. Последняя буква в этом слове «омега» читается как «о». Скоро мы познакомимся и с ней. Как вы думаете, друзья, что обозначает слово «зело»? Догадаться нелегко. Название этой буквы, ребята, не существительное, не глагол, а наречие. И переводится оно приблизительно так. Очень, совершенно, точно. Давайте посмотрим на примерах. Вот царь Давид говорит в книге «Псалтирь». Давайте переведем. «Ты заповедал сохранять, соблюдать Твои заповеди точно, твердо». А вспомните слова из вечерней молитвы. «Господи, не прогневайся на ны зело». «Господи, не прогневайся на нас сильно за наши грехи». Вот видите, ребята, буквальный перевод слова «зело» меняется в зависимости от того, к чему оно относится. Но в любом случае оно усиливает свойства предмета или действия. Вот такое «зело» хитрое словечко. В следующий раз, друзья, мы продолжим наш разговор о букве «зело» и назовем слова, которые с нее начинаются. А сейчас пришло время прощаться. До следующей встречи через неделю. Храни вас Господь. Тому, кто любит Слово Божье, Господь всегда во всем поможет.